МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости к этому часу материала корреспондентов телекомпании Ирбис. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. В начале выпуска, как всегда, коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно в Казахстане ВИЧ заражаются тысячи человек. Девять из десяти еще не знают, что они уже инфицированы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что сохраняет жизнь. Защити себя и окружающих. Друзья, приглашаем вас в первый дисконтный центр, открытый на базе магазина «Мир Инструмента» по адресу Чокина 143. Широкий выбор ассортимента и качественный товар. Здесь можно найти станочную оснастку, металлорежущие, измерительные и слесарные инструменты по привлекательным ценам. Товары со скидкой 50% значительно сэкономят ваш бюджет. Ждем вас в магазине «Мир Инструмента» в будние дни с 9 до 18.00, а в праздничные и выходные с 10 до 17.00. Целый год компания «Седьмой континент» радует своих клиентов качественными, невероятно красивыми ролл-шторами и жалюзи. За это время мы зарекомендовали себя как надежная и очень перспективная компания по изготовлению ролл-штор. Мы можем похвастаться богатым ассортиментом ткани, доброжелательными менеджерами, а самое главное, мы относимся к своей работе с душой. Доступные цены, грамотные консультации, а самое приятное, замер и установка бесплатно. Компания «Седьмой континент» находится по адресу Катаева, 36,3. Запись на замеры по телефону. Плюс семь семьсот семьдесят шесть. Двести двадцать шесть. Пятнадцать пятнадцать. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». Жительница Павлодара, которая купила вместе с сестрой квартиру у мошенников, ждет выселения. Злоумышленников приговорили к лишению свободы, а вот Макпал Мейрамову признали свидетелем. В итоге квадратные метры государству, а женщине ничего. Даже выплату материального ущерба не обещают. Напомню, о махинациях с жильем десятки добросовестных покупателей узнали в 2019 году. Сначала от следователей, а после от городского акимата. Юристы стали подавать в суды, требуя изначально бесхозное вернуть городу. С сестрой Мейрамовы купили квартиру за пять миллионов двести тысяч тенге по улице Гагарина. Выбирали этот район не случайно поближе к конкодиспансеру. У Айгуль на тот момент болезнь была в стадии ремиссии. Однако, когда выяснилось, что жилье купили у мошенников, из-за нервов рак стал прогрессировать. В итоге в сентябре 2019 года она скончалась. Бороться пришлось одной Макпал. Изначально ее дело было в общем со всеми, но после выделили в отдельное производство. Недавно вынесли приговор, где ей в итоге ничего не досталось. Ее признали бесхозным. По-моему, он сейчас принадлежит умершему, Панфилу. Получается, следующий суд, и они должны уже меня выселять. Наверное, они уже себе забрали. Даже кому услуги приходится платить, потому что я не знаю, мне надо ли платить или не надо. С одной стороны, вроде и не моя квартира, я не должна это все платить. Ремонт в квартире Макпал не делает, технику не покупает. Потеряв сестру, признается, было сложно. Борьба за добросовестно купленные квадратные метры шла несколько лет. Говорит, осталась только горечь и обида. Получилось, что интересы Акимат отстаивал только свои, но никак не жителей. Уголовное дело рассмотрено в рамках предъявленного обвинения, поскольку прокуратурой Павлодарской области потерпевшая М была исключена из числа потерпевших. В судебном заседании она была допрошена в качестве свидетеля по вопросу обстоятельств добросовестного приобретения квартиры. Мы обессилены перед государством. Тут уже нам ничего не остается, кроме как принять то, что есть. Сейчас я жду выселения. Как суды пройдут, я просто уйду, все. В суде пояснили, Макпал вправе в гражданском порядке затребовать возмещение материального ущерба. Это очередные тяжбы, на которые у женщины уже нет сил. Приговором по делу о ее квартире одного из обвиняемых отправили в колонию на 3,5 года. Двоим дали условный срок. Вот с них теоретически и можно взыскать более 5 миллионов тенге. Артем Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Павлодарские тепловые сети оштрафованы более чем на 4,5 миллиона тенге. Техусловия на подключение к системе отопления Монополист выдавал с нарушениями. Какими, расскажем в экономическом блоке новостей. Спонсор бизнес-новостей, магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех». Всегда выгодно и комфортно. Внеплановую проверку тепловых сетей провели специалисты Департамента комитета по регулированию естественных монополий. Основанием послужили жалобы на выборочный подход к потребителям. Выяснилось, монополист выдал шесть техусловий на подключение к центральному отоплению от одной из павлодарских ТЭЦ в период закрытия зон. Это значит, что там уже нет мощностей для обогрева новых объектов. Именно поэтому другим, обратившимся с аналогичными заявками, было отказано. Это является нарушением закона естественного монополия, согласно которому субъект обязан предоставлять равный доступ потребителей ко всем услугам, которые он предоставляет. Но определенные лица технических условий выдавались, в связи с чем департамент провел проверку, этот факт установил, и субъект был привлечен к административной ответственности. За нарушение павлодарские тепловые сети наказано на 4,6 миллионов тенге. В регулирующем ведомстве сообщили, компания оплатила штраф в сокращенном порядке. Александра Петрова, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». В Успенском районе создан искусственный водоем. Котлован вырыли для орошения полей. Теперь агрария не зависит от погодных условий и смогут собирать урожай три раза за сезон. Здесь работали специальные подрядчики. Они вырыли нам котлован на 170 тысяч кубов. Уложили пленку, миллиметровую мы выбрали, потому что она как бы попрочнее будет. И все, и пробурили пять скважин, как является скважин первого подъема. И запустили сюда, воду подвели и все запустили. Объема воды достаточно для орошения более 300 гектаров. Инженерно-коммуникационную инфраструктуру провели полностью за счет государства. По программе «Дорожная карта бизнеса». Потратили 370 миллионов тенге. Помощь от государства, во-первых, в самом проекте было. Лэп шел, линия электропередач, водоем-накопитель, станция второго подъема, станции первого подъема. Это шло от государства. Во-вторых, каждый валей, вот здесь два валея, были просубсидированы на 50%. Как сообщили в пресс-службе управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, влаголюбивые культуры сельхозпроизводители выращивают на площади более 300 гектаров с применением современных круговых дождевальных машин. Они позволят повысить урожайность до 100%. В планах у аграриев вырыть еще два котлована. Азамат Айдхалин, телекомпания «Ирбис». Спонсор бизнес-новостей. Магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех». Всегда выгодно и комфортно. Внимание! В магазине сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех» действует беспроцентная рассрочка на 24 месяца. Большой выбор продукции по выгодным ценам. Ультрамодная и стильная линейка мебели для ванной. Надежные и современные смесители нового поколения. Унитазы, ванны, джакузи различных форм и размеров от лучших мировых производителей. Широкий модельный ряд современных душевых кабин и комплектующих. А также водонагреватели, радиаторы отопления, система «Теплый пол». Здесь же вы найдете электрические и твердотопливные котлы длительного горения. Кроме этого, в ассортименте магазина «Керемет Сантех» представлены банные печи, дымоходы, мангалы и многое другое. Делайте покупки с выгодой. Ждем вас по адресу улица Целковского, 24. Магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех». Три плюс один. С этого года в первый класс зачисляют по-новому. Речь о прописке будущих учеников. Преимущество проживающим в районе школы. А не местных ребят принимают по остаточному принципу. С этого года документы в школу принимают только до 1 августа. Сроки изменились, чтобы успеть сформировать заявку на учебники, а также провести подготовительные курсы для будущих первоклассников. Главное новшество в наборе учеников – принцип 3 плюс 1. Три ребенка принимаются с территории обслуживания. Один ребенок принимается вне микрорайона, то есть не территории обслуживания. То есть, как говорилось, 30 учащихся в классе, из них 20 принимаются по микрорайону, а 10 учащихся вне микрорайона, то есть не по территории обслуживания. Документы для зачисления не изменились. Цифровая фотография ребенка и два паспорта – здоровье и прививочные. Сдать их можно онлайн на портале ЕГОВ, либо в школьном уголке самообслуживания. На сегодняшний день уже подано свыше 3000 заявлений. Всего в этом году планируют набрать более 6000 первоклашек. Александра Петрова, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Число заразившихся за сутки в Павлодарской области превысило 140 случаев. Данные ежедневно публикуются на официальных аккаунтах телекомпании «Ирбис» в соцсетях. Судя по статистике, рост заболеваемости продолжается. Подробности в нашем обзоре. Спонсор новостей из соцсетей – мебельный салон «Женуя». Мебель для жизни. 142 случаев КВИ за сутки. Такие данные приводит межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса. А вот выздоровевших в три раза меньше. Тенденция к увеличению заболеваемости продолжается. Между тем, в выходные повладарцы массово искали способ провакцинироваться. Вот такую очередь сняли жители возле передвижного прививочного пункта по улице Естая. Там и заразиться можно, пока ждешь. Там и заражаются, судя по нынешним сводкам, заболевших. Подрядчика, производившего земляные работы по улице Камзина в дачном микрорайоне 6, раз привлекли к административной ответственности. Причиной послужили такие нарушения, как отсутствие знаков, ограждение, освещение. Зарегистрировано одно ДТП. Сейчас выписано еще одно предписание из-за до сих пор незавершенного асфальтирования. Подрядчик непробиваемый. Зачем наказывать в шесть раз? Видно же, что работать не умеет. Два раза наказали, не исправился. Расторгнуть договор, отдать подряд другому. Павлодарка, испугавшись гнева мужа, заявила в полицию о грабеже. Женщина потратила 50 тысяч деньги. Чтобы хоть как-то оправдаться, выдумала историю, что на нее напали на улице и отобрали сумку. Стражи порядка в деле смогли разобраться. В итоге, в отношении самой дамы открыли уголовное дело. Боялась наказания от мужа? Мужик-жмот, вот и придумала. Спонсор новостей и соцсетей – мебельный салон «Жануя». Мебель для жизни. Стильная и фирменная мебель – залог эстетики и комфорта. Только в салоне «Жануя» по адресу улицы Нуркина, 114-1, предоставлен огромный выбор мягкой мебели в разных ценовых категориях. Диваны и кресла от российской фабрики «Аврора» – соотношение цены и качества. Нестандартные решения для любого пространства и на любой вкус. А большой ассортимент корпусной мебели вы найдете в магазине по адресу улица Сатпаева, 253, дробь 1. Для удобства жителей. Так назвали в Акимате щебень, рассыпанный по улицам частного сектора на 2-м Павлодаре. А местные жители говорят, камни настолько большие, что тяжело передвигаться не только на транспорте, но и пешком. Так ли это на самом деле, расскажет Тимофей Голев. Улицы Архангельская, Алтайская, еще несколько на 2-м Павлодаре лучше объезжать, говорят павлодарцы. Местные жители жалуются, зимой и осенью вообще вязнут в трясине. Думали, что дождались асфальта, в итоге вот такие камни. В Акимате ситуацию поспешили прояснить. Говорят, на 2-м Павлодаре запланирован третий этап строительства сетей канализации. Всего около 10 тысяч метров. И это 17 улиц. В настоящее время данный проект направлен на рассмотрение в коммунальные службы города Павлодара. Вследствие чего проведение благоустройства и асфальтирования данных улиц планируется после проведения сети канализации. В настоящее время отделом ЖКХ города Павлодара проведено щебинирование улицы для удобства жителей. Ну какие удобства, такое разве крупное. Та сторона мелкая, и это очень крупное. Хоть для машины, хоть для пешки. Пока работы по прокладке канализации в проекте, люди вынуждены осторожничать, передвигаясь по улицам. Увидеть асфальт этим летом точно не надеются. Не асфальтируют внутриквартальные территории. После ремонтных работ жалуются жильцы Усольского микрорайона и дома Поломова 43. Во дворах остались ямы и рытвины. А на Малой Сары-Батыра сняли на видео открытый люк, в который можно провалиться. Что еще беспокоит Павлодарцев, давайте смотреть в мобильном приложении. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» приглашает на новое поступление мебели от новых белорусских фабрик. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Назарбаева. По Сувору находится открытый люк, где протекает горячая вода. То есть пока кто-нибудь не упадет, очень глубокий, метров 10, наверное. Пока кто-то не упадет, его, наверное, не закроют. Чапаева, Джермаджетта, 27. Чапаева, бесхозный дом. Чапаев, 27. Старая Южная. Это Усольский микрорайон Павлодар. Бехожина, 23. Проводились такие дворовые ямочные работы. Вот здесь вот сделали, положили асфальт. А вот этот кусочек вот, почистили главное его полностью. Открыли вот это все и оставили. Хотя сказали, что доделают. И так и не доделали. Почему не убираете зараженные ели грибком? Вот один, второй, третий. Это Малайсары Батыра, 7-1 во дворе. Вот здесь детская площадка, да? Вот такой *** во всем дворе *** просто. Как можно так запустить двор? Наша КСК. Вот такой мусор может быть неделями лежать. Везде посмотрите мусор. Вон там игровая, там вообще вечный бардак, антисанитария. Вот как детям здесь играется. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» приглашает на новое поступление мебели от новых белорусских фабрик. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Назарбаева. Популярный мебельный гипермаркет «Мега» приглашает на новые поступления мебели от белорусских и российских фабрик. Внимание! На весь ассортимент действует скидка от 20%. Шикарный выбор спальных гарнитуров, гостиные, комплекты для детских комнат, мягкая мебель. Торговый дом «Мега» очень строго следит за последними новинками в мире мебельной индустрии. И поэтому каждый месяц ассортимент обновляется и дополняется новыми предложениями. Для вашего удобства предусмотрена беспроцентная рассрочка на 11 месяцев. Действует гибкая система скидок. Торговый дом «Мега». Угол улиц Торговая, Назарбаева. Телефон 33-40-01. Пробежка по набережной заставила жительницу Павлодара задуматься о чистоте родного города. Теперь Зара Козыбекова вместе с единомышленниками регулярно совмещает спорт с уборкой. Число помощников растет. Подробнее наш корреспондент. Традиция забирать мусор во время пробежки по набережной возникла несколько лет назад. Каждый год Зара Козыбекова вместе с единомышленниками наполняет огромные мешки отходами. Говорят, не стоит никого обвинять, а нужно начинать с себя. Я подумала и задала себе вопрос, а что я сделала для того, чтобы здесь было чисто? И таким образом родилась такая идея просто провести субботник. В прошлом году мы также собрали 50 мешков. Нас было, правда, гораздо меньше. Четыре человека было. На этот раз участниками субботника стали десятки неравнодушных павлодарцев. Традицию намерены продолжать. Азамат Айтхалин, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Ну что, итальянцы – чемпионы Европы. Второй раз в истории они выиграли главный континентальный турнир. И хочу напомнить, прежде это было в 1968 году. Лена, я знаю, ты болела за эту сборную. А вот такую развязку, финал такой могла себе представить? Ну, если ты имеешь в виду серию послематчевых пенальти, то да. Обе дружины достойны чемпионского трофея, но итальянцы оказались более подготовленными к такому исходу. Кстати, юные футболисты Аксу тоже умеют бить штрафные. Ну вот, все подробности сразу далее. С ними вас познакомит Елена Белоградова. Я прощаюсь. Удачи. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Оставляй заявку на подключение по телефону 3344. Одежда ведущей предоставлена салоном женской одежды из Кореи «Близ». Три воспитанника Павлодарской школы вызваны в расположении национальной сборной по волейболу. На учебно-тренировочные занятия в Тарас отправились Роман Фартов, Эдуард Погребняк и Аннас Жумадилов. А казахстанские акробаты успешно выступили на чемпионате мира в Женеве. В командном рейтинге спортсмены впервые в тройке сильнейших. В Швейцарии наша мужская группа представила свою новую программу. К чемпионату мира усложнили каждое из трех упражнений. В одном павлодарцы выполняют эффектную пирамиду. Такой элемент делают единицы. В основном китайцы. Но на первенство планеты акробаты из Поднебесной не приехали. Здесь очень трудно держать равновесие, потому что здесь все на друг друге стоят. И верхние делают свою работу. Как бы здесь надо очень аккуратно и чисто сделать, чтобы не упасть или еще что-то делать. В четверках идет погоня за трудностью. У России было больше трудностей. Израиль просто сделал все чисто и артистизмом взял. И Украина тоже самое. Все отличные четверки делают классно свою работу. В первом этапе павлодарцы выступили безупречно. Финал Роман Рамбургер, Георгий Лейко, Евгений Мамашев и Владислав Никифоров вошли в тройки сильнейших. Результат лучший среди казахстанцев. Наша сборная – бронзовый призер, россиянец, чемпионы, акробаты из Бельгии – вторые. По квалификации они были третьи. И вошли с этим в командное первенство. Лучший результат – это мужская группа. Она, конечно, помогла Казахстану встать на Пьедестал, на третье место. Это впервые в истории вообще, что на взрослом чемпионате мира у нас третье место в команде. Победители и призеры первенства планеты в следующем году пойдут на всемирные игры в США. Этого права достойны только сильнейшие. Стоит сказать ранее, в Женеве успешно выступили наши юниоры. Они привезли серебряную и бронзовую медали. Мы можем конкурировать, у нас работа достойная и мы не отстаем от них по работе. Но они, я думаю, что танцуют лучше. Нам надо вот это вот подтянуть, чтобы мы более раскрепощенно танцевали. Ну, лично нам. После сложной дороги акробаты взяли небольшой тайм-аут, но уже через неделю спортсмены начинают подготовку к чемпионату Азии. Два решающих матча и оба завершились серией пенальти. Сценарий, подобный чемпионату Европы, только его участники – начинающие футболисты. Воспитанники спортшколы АКСУ, представляющие наш регион на первенстве республики, привезли бронзовые медали. Игры дивизиона Ю-12 прошли в Петропавске. В сборной футболисты из Павлодара и Кибастуза. Но костяк команды составили чемпионы области. Воспитанники спортшколы АКСУ в групповом раунде. Наши ребята одержали три победы, потерпели поражение и матч свели в ничью. В полуфинале встречались со сверстниками из Шимкента. Шимкент в той группе всех выигрывал с крупным счетом. И вот в полуфинале наши дети дали бой, очень хорошо сыграли, не забили просто моменты. Очень много моментов наших были. Сразу на первой минуте Игорь Касырин у нас выход один на один не реализовывал. И такие моменты у нас создавали. И, к сожалению, по пенальти мы были близки к выходу в финал. Продлить голевую феерию в основное время шимкентцам не удалось. С 0-0 лишь в серии пенальти южане оказались сильнее в матче за бронзу. Нашей сборной противостояли футболисты Актюбинской области. В сценарии тот же ничья 1-1 и снова серия штрафных ударов. Пенальти это, можно сказать, как рулетка 50 на 50. Кому-то повезет, кому-то нет. Можно выиграть, можно проиграть. Это никто не знает. Это как неизвестно, кто выиграет, кто нет. Я бью пенальти. Как? Не забью. Но не знаю почему. Еще есть очень сильный мандраж, потому что это уже чемпионат Республики Казахстана. И тут не так легко уже все. В первом матче с Парасатом было сложно отражать пенальти. Ну, просто у нас иногда просто бывают такие черные полосы, которые сложно преодолеть в раторе особенно. И нам просто выигрывают по пенальти. А второй матч я собрался и отразил все три пенальти. В этой серии наши футболисты вышли победителями. Точно били форварды. На высоте был вратарь. Сборная области бронзовый призер чемпионата среди ребят самой младшей возрастной группы. Вместе с медалью Юра Кольченко увез самый ценный трофей. В активе лучшего бомбардира 10 голов. Всего же в первенстве выступили 12 региональных команд. В казахстанском футболе стартовал второй по значимости турниры. В этом сезоне Кубок Казахстана проводят в очень непривычном формате. Играют 14 клубов премьер-лиги и две команды первого дивизиона, прошедшие предварительный отбор. В этом сезоне был внедрен новый формат. Групповой этап частично сменили раундом на выбывание. Сначала все участники сыграют в два круга. Проведут по шесть туров. С четверть финала начнутся поединки по олимпийской системе. Главная битва за Кубок запланирована на 28 ноября. В выходные 16 клубов начали борьбу за трофей. В группе А футболисты Кызлы Жара миром разошлись с воспитанниками столичной спортшколы. Акайрат едва одарил ЖТСУ в дивизионе Б. Клуб из Кустана одержал гостевую победу в Таразе 1-3. Очки поделили Атырау и Махтаарала. Актюбинцы терпят поражение туральцев. Стоит сказать, в этом матче за западно-казахстанцев дебютировал Дмитрий Шамко. Столичная дружина не смогла найти брешь в обороне Кайсара. В этом поединке сухая ничья. И лишь в последней подгруппе Д обе встречи результативные. Актюбинцы – шахтер. И в завершение о хоккее Данил Васильев перешел в московскую звезду фармклуб ЦСКА. Защитник пока на просмотре. Прошлый сезон воспитанник Павлодарской школы выступал за Иртыш, в котором сыграл 43 матча. У меня на сегодня все. Если вы что-то пропустили, все наши новости и программы смотрите и читайте на сайте irbistv.kz и страницах в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин